Доброе утро, друзья! На ночь не стала записывать страшное-страшное видео, поэтому начнем с утра, с записи утром, потому что сегодня пойдет самое шизофреничное видео с результатами, с невероятными результатами. И я сперва думала вообще выдавать вот этот рассказ в эфир или нет, а потом поняла, что на самом деле людей с такими же проблемами очень много, но проблемы будут не точно такие же, да, они будут близкие, и я расскажу, как эти проблемы проявляются и как с ними можно вообще работать, и как находить пути выхода и решения. История. Где-то, где-то, вот в конце прошлого года, я не знаю, это был декабрь, наверное, или начало января, ну вот на этом переходе, к нам из Германии написала девушка, и она написала, что у ее мужа есть неконтролируемые моменты, моменты, когда он приходит и начинается агрессия. Во время этих моментов, вот этой самопроизвольной агрессии, он не контролирует себя. И самое интересное, что она сама заметила, и мы это дело подтвердили, что эти моменты вырываются из его психики в то время, когда немножко не хватает света солнечного, да, или лампочек, то есть такой приглушенный свет с одной стороны. С другой стороны, это проявляется в человеке, когда он сильно устал, да, то есть он пришел после работы на фоне алкоголя, параллельно вот эти моменты сопровождаются обжорством, неконтролируемыми приемами пищи и так далее. То есть есть некий процесс в человеке, который не контролируется самим человеком, его сознанием. И, ну, знаете, когда пишут вам такие письма, как-то так, ну, ну, жрет и жрет, ну, злится и злится, ну, как-то так, да. Но почему-то внутри у нас что-то ёкнуло и заставило призадуматься. Мы сделали консультацию, когда нам разрешили все-таки посмотреть его структуру психики и сами прифигели. То есть входя в подсознание к душе, душу мы нашли в подавленном состоянии, в очень подавленном состоянии, рядом с ней был монстр. В экстрасенсорике таких вот чудовищ называют лярвами. Знаете, внешний вид был, напоминал очень сильно увеличенную блоху, да. И вот эта блоха, она обладала своим сознанием. Это не сознание какой-то другой души, да. Это какой-то вид жизни, который вот в нашем мире не распознаётся. И этот вид жизни, он точно так же пришёл с другого матричного уровня, с того же уровня, где и душа. И при этом очень круто подвинула эту душу. Я не буду рассказывать истории, как это всё случилось, почему случилось, что он её смог подвинуть. Но это дело было. Мы его отнаблюдали. И дальше мы искали вариант, что может помочь, каким образом его отправить. Сущность достаточно злобная. Достаточно энергетически сильная. Когда о таких вещах говорят, вот тут же те, кто будет смотреть, могут сказать, вы его в церковь, вы его там отпеть, кадилом отмахать, там поток, там батюшка, это экзорцизм, там и так далее. Хорошо, мы к этому вернёмся. И кадилом отмахать, и кто что делает. Но мы начали, мы же берём информацию в инфодайвинге, то есть мы можем брать точечную информацию и просматривать варианты наперёд. Мы смотрим, помогут ли попы, не помогут, помогут ли шаманы там тувинские, не помогут, казахские, не помогут. И мы просто сидели, перебирали. У меня в Белоруссии есть человек, который великолепно работает. Мы туда, не поможет. И в какой-то момент идёт просто информация образами, благо у меня в жизненном опыте есть опыт шаманов Перу. Мы к ним ездили. И идёт чёткая информация, обряд, и я вижу, что это шаманская работа. Андрей подтверждает, говорит, что надо ехать обязательно в Перу, что только там есть помощь. Я задаю наводящие вопросы, где как расшарить, как к кому попасть. В общем, какую-то картинку мы рисуем для этой девушки, кто может помочь и что будет. То есть задача, эту сущность можно вывести из себя, только выблевав её. И мы отправляем их туда. На что, ну вот представляете, здравомыслящий человек, жена, у которой муж много жрёт и проявляет агрессию, периодически неконтролируемую, получает извещение, что у него какая-то сущность и надо ехать в Перу. Да, ну чокнутые люди сидят там в этой Беларуси и херню всякую болтают. И дальше начинается цепь совпадений. Цепь совпадений, когда приходит муж, начинает рассказывать про Перу, а потом так складывается, так складывается, и в общем, они уже в конце января оказываются в Перу. Оказывается, в Перу у шаманов проходит обряд о Яске, о Яхуаске. Действительно, после там третьего обряда мужу резко становится лучше, он действительно что-то выблевал, он это почувствовал, он это сам понял, что что-то вышло. И дальше месяц полной эйфории. Девушка мне это пишет, обалденные письма, я не буду зачитывать переписку, там и личные вещи есть, поэтому на видео, когда я говорю, я сохраняю историю, более того, эту историю потом человек сможет набрать, напечатать, потому что в разбросу разброса на мои аккаунты он читать, конечно, не будет. И эта девушка поэтому вам придется верить на слово, да, все это дело в компьютере. У меня все задокументировано, снимайте по состояниям. Эта девушка пишет, что им полегчало, отпустило эйфория, радость, счастье. Они хотели ребенка, они уже начали думать об этом, у них вдруг поперло все в жизни. Это длилось где-то месяц. И через месяц я получаю письмо полный провал. Полный провал, у мужа вдруг случился первый приступ, и потом приступы эти начали идти по нарастающей. То есть дальше, дальше и дальше наступали ситуации, когда он вообще себя не контролировал. То есть он вроде и помнил, но как будто не он управлял. Картина мира рушилась, и у них возникли проблемы с тем, чтобы вообще ездить на автомобиле. Как контролировать эти ситуации, когда ты, например, за рулем, и ты не рулишь теми психическими процессами, которые в тебе происходят. И вот здесь, когда я получила это сообщение, внутри екнуло, что что-то не то, что что-то совсем не то. Мы начали смотреть. И буквально при первом погружении мы увидели жесточайшую картину в психике. Выглядело это примерно так. Сущности этой не было. Ее действительно шаманы удалили. Действительно, обряды, все, что прошло, прошло великолепно. Но дальше шел процесс между душой и высшим я, между структурами психики. Есть такой переход, я его называю слоеный бутерброд. И в лексике у нас это можно слышать. Там прошло информация, механизма веры, там флешка с жизненным опытом с предыдущих воплощений, там программы интеллектуального включения, там очень много программ, которые обеспечивают формирование картины мира, энергообмен человека и психические процессы, которые будут в дальнейшем оказывать влияние на эго и на программу ума. То есть это действительно очень важный элемент психики, вот этот вот бутерброд. Без него у человека, вот если разрушить бутерброд, то у человека будет состояние полного отсутствия как интеллекта, опыта, разрушения инстинктивных реакций, все подряд начнет сыпаться. То есть вот получаются какие-то дергания тела себе, а попытки управлять телом ни к чему не приведут. То есть сгоревшая микросхема. Причем микросхема там такая, она большая и там состоит из многослойных микросхем. То есть грубо говоря, то что мы видели, так вот выгорали все микросхемы просто обвалом, как будто огромный овраг образуется и просто горят платы. И вот глядя на вот это вот происходящий этот процесс, соответственно обрушивается высшее я, соответственно раскачивается программа эго, и это все идет в неконтролируемом режиме. Но самое печальное, что происходило, это происходило крайне быстро. То есть фактически в течение недели была уже такая часть разрушения психики, что мы думали, как это вообще можно будет восстановить. То есть ну это пожар. Мы начали работать, причем работаем мы все время через душу, и мы спросили у души, что вызывает вот этот обвал. Но оно же не просто так случилось, это какой-то вирус, да, в компьютер попал. Что за вирусная программа? И душа говорит, на самом деле, когда удалили вот эту вот лярву, осталась маленькая программка, которая была вот в том месте присоединения к психике этой лярвы, знаете, как инъекция такая. Это программа вирусная, которая говорила, если вы меня удалите принудительно, да, то я вам нанесу вред. Я разрушу сам компьютер. Причем связать события вот эти по времени уже с шаманами, да, уже не свяжешь. То есть есть вещи, которые вот случилось, например, какое-то событие, да, и люди говорят, вот это вот он покончил жизнь там самоубийством, потому что ему тот, кто что-то сказал. А те слова вообще могли не иметь никакого значения, да, для психики человека. Но люди в своем уме связывают, потому что по времени было рядом. А в данном случае разброс по времени был достаточно большой, связывать эти вещи между собой никак нельзя было. И тем более вот с теми, ну, ранними проявлениями вот этой вот лярвы, то есть с лярвой уже это, это бы не связывали. Это связывали бы с какими-то другими психическими процессами в человеке. Вообще человеку светила дурка. Ну вот, пускал бы где-нибудь тихонько слюни в сумасшедшем доме, периодически входя в агрессивное состояние, потому что там энергия агрессии шла. И вот эта вот вирусная программа, она запустилась, она рушила психику. Соответственно, когда лезешь точечно и понимаешь, что ты делаешь, мы эту программу нашли, эту программу удалили, зачистили, а дальше нам надо было восстанавливать эти структуры. Восстанавливаем структуру мы, как правило, через душу. В тех случаях, когда душа не знает, как восстанавливать, тогда уже разбираемся сами. Вот. Там восстанавливала целиком душа. Восстановила раз, потом через неделю мы пронаблюдали, подкорректировали, она восстановила два, мы с ней общались. Это его душа, это его работа в чистом виде. То есть, когда мне говорят, вы влияете на психику, не мы влияем, мы только наблюдаем. Мы даем свое сознание для наблюдения и просим выполнять и работать под задачу. У нас есть возможность общаться вот на этом уровне и у нас есть силовой потенциал, чтобы нас все-таки слушали и слышали, да, плотность сознания определенная. Вот. И вот на этом уровне получается, душа начала восстанавливать этот бутерброд, восстановила целиком сама. Потом мы выждали время, обратная связь. Мы получили, что пошли процессы улучшения, ушли вот эти неконтролируемые ситуации и так далее, и так далее. То есть, там пошел процесс. И вот прошло время, это я чуть раньше получала, то есть, я не успеваю, вот в день приходит 3, 4, 5 обратных реакций, да, что произошло у людей. Я выбираю, могу видео записать только одно и максимум двух, да, поэтому это из более старых, это было прислано, как вот 13 апреля вот приходил вот этот материал. Так, нет, чуть даже раньше, я смотрю, это мы уже потом переписывались. Пришла обратная связь, пришла обратная связь. Очень хорошее изменение у моего мужа, просто чудо. Одно то, что нет неконтролируемой агрессии, и на меня не бросается, дорогого стоит. На сегодня осталось только то, что он впадает в состояние с расширенными зрачками, то есть, есть еще включение определенное этого состояния, но дикой агрессии нет, есть просто злость, злоба, которую он уже осознает. Немного стал рассеянный, раза 4 ехал на ручнике, забывчивый по мелочам стал, сам это говорит, сам это осознает, но, блин, это не тот человек, все равно, который был, это же чудо, сам смотрит ваши трансляции из интереса, такого раньше не было. И дальше, соответственно, есть вопросы по реализации, дальше есть вопросы с душой по смене, по смене жизни, по смене картины мира, потому что, сами понимаете, когда такие трансформации в психике произошли, душа поняла, что она может вообще менять сценарий игры. Она же сейчас вмешивалась сама в картину мира, в формировании. она говорит, хо-хо, какое высшее я, какая карма, мы это все уже разрушили, восстановили так, как нам надо, мы свободны, мы цепи скинули, дальше мы можем валить сами. И вот этот процесс сейчас происходит у этого молодого человека, я искренне за него рада, потому что реально у него можно нарисовать те сценарии, которые он сам выберет. Кроме того, нарисовались дети на горизонте, в поле уже висит сын, который появится и будет расти в период до двух лет он придет в их жизнь. Причем это уже четкое понимание, что он придет, потому что он уже рядом с ними, он уже есть, осталось тело выносить. И дальше, чем выше осознанность, тем больше детей они могут себе напланировать, то есть у них открывается другая жизнь, они сами могут учиться строить свою реальность. Жена подтянется, потому что у жены вот таких процессов не происходило, но она вместе с мужем сможет выстроить ту картину мира, ту картину реальности, ту картину жизни, которую они захотят. То есть у них появляются варианты. Казалось бы, каким образом наши души ведут к освобождению, да, вот у кого-то это увлечение духовными практиками, погружение, осознавание и так далее, а у кого-то вот через такой жесткач, да, когда казалось, что все, почва уходит из-под ног, дурка и все. А на самом деле вот вышло все, зато освобождение на выходе. Вот. У всех по-разному. И на что хочу обратить внимание. У нас же в социуме принято считать, что вот попы, шаманы, они самые продвинутые, они все сами сделают, они все сами прекрасно нарисуют. Так вот, господа, есть ритуалы, есть обряды, есть духовные личности, но если эта духовная личность не разбирается в программном обеспечении, то найти и нейтрализовать вот так вот вирус, который остался, невозможно. Да? Это надо разбираться в сути, это надо знать, куда лезть, это надо точечно извлекать и убирать. Понимаете? Можно махать кадилом над компьютером, может быть, ему и полегчает. Но вот в данном конкретном случае, а речь идет об экзорцизме, казалось бы, самый-самый такой вот, но в данном случае получилось не кадила, помогает не обряд, помогает не ауязко, помогает, да, хотя это все, это все важно, да, и это все в других случаях тоже сыграет свою роль, тоже отрицать ничего нельзя. Мы настолько все индивидуальны, мы настолько все уникальны, если бы мы вот не смотрели, например, те же самые варианты развития событий и начали ему говорить «Съездите к Тувинским», там человек бы с Германии летел в Туву, потом «А съездите к Казахским», «А съездите туда». В итоге кошелек пустой, а результата нет, да. А в данном случае точно, вот есть вариант, что есть помощь. Но в этом варианте самое интересное, что продолжение варианта помощь есть, информация есть, а дальше обрывается. Дальше обрывается, почему? Потому что, если бы он знал, что обрушится психика, он бы не поехал, уже эта информация не выдается. Но его душа знала, что она обрушится, ему помогут и откроют, освободят ей выход в осознанность, да. И она нарисовала этот сценарий. Просто душка, молодец. Вот. Но людям пришлось пережить определенный стресс. Я думаю, у них жизни, не думаю, а знаю, потому что мы вчера смотрели, позавчера, знаю, что у них в жизни вообще все будет классно. Молодцы ребята, прошли этот тяжелый период, и дальше просто новая жизнь. Жизнь свободной души, жизнь свободного человека. Формируйте ее из любви, из радости, стебитесь, играйте в эту игру осознанно, и реально вы от этой игры будете ловить кайф. В злости в этой игре нет места, здесь есть место любви, радости и драйву. И формируйте свой сценарий так, как вы хотите. Вы свободны, господа.